МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент Туркменистана посетит сегодня Беларусь. В рамках официального визита Гурбангулы Берды Мухаммедов также примет участие в заседании Совета глав государства СНГ, которое пройдет в Минске в пятницу. Нынешний визит в нашу страну станет вторым с 2007 года. В свою очередь Александр Лукашенко в последний раз посещал Туркменистан в 2013-м. Тогда президенты приняли совместное заявление об углублении отношений дружбы и партнерства между странами. Был подписан ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в здравоохранении, спорте, науке, туризме и образовании. О том, что Туркменистан важнейший партнер Беларуси в Центральной Азии, говорит и совместный товарооборот. За последние пять лет он увеличился в разы, а по итогам минувшего года составил почти 320 миллионов долларов. Это самый высокий результат в истории двусторонних отношений. Среди знаковых совместных проектов на первом месте строительство белорусскими специалистами под ключ Горлыкского горнообогатительного комбината по выпуску калийных удобрений. Ожидается, что первую руду там начнут добывать в 2016 году. Тем временем в Минске в связи с официальным визитом президента Туркменистана, а также заседанием глав государства СНГ и Высшего Евразийского экономического совета будет ограничиваться движение транспорта. С этого дня и по 10 октября дороги будут прикрывать на время проезда официальных делегаций. Поэтому столичным водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. Мощное наводнение обрушилось на Францию. Из-за непрекращающихся проливных дождей на юго-западе страны вышло из берегов река Лес. Затоплены улицы и дороги. В свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей. Обесточен ряд населенных пунктов. Временно закрыт местный аэропорт. Приостановлено и железнодорожное сообщение. Более всего от стихии пострадал один из крупнейших городов на юге Франции, Монпелье. За несколько часов в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Серьезный ущерб стихия причинила и стадиону местного футбольного клуба. Команда останется без поля как минимум до следующего года. Международная коалиция приступила к бомбардировке сирийского города Кубани. По позициям боевиков исламского государства уже нанесена серия авиаударов. Напомню, в сентябре вокруг города развернулось вооруженное противостояние между проживающими там курдами и боевиками. По предварительным данным, жертвами боев за город стало не менее 400 человек. Около 160 тысяч жителей бежали в соседнюю Турцию. ЧП в Канаде в провинции Соскачеван сошел с рельсов и загорелся товарный поезд. Из 100 вагонов опрокинулись 26. Из них около половины моментально вспыхнули. Пламя достигает 30 метров в высоту. Установлено, что в шести цистернах перевозились токсичные вещества. На данный момент спасатели пытаются локализовать пожар. Идет эвакуация населения из близлежащих городов. Информация о жертвах не поступала. Лауреатов Нобелевской премии по химии сегодня назовут в Стокгольме. По традиции, имена держатся в строжайшей тайне. Угадать фактически невозможно, но эксперты продолжают строить предположения. Впрочем, если с Нобелевской премией по литературе или физике удачные попытки еще случались, то шанс угадать обладателя премии по химии равен нулю. Завтра будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря. В американском штате Нью-Йорк собака по кличке Тедди во время пожара спасла жизнь хозяева. Все случилось ночью. Семейная пара и двоих детей спали, когда на первом этаже у камина вспыхнуло пламя. Считанные минуты огонь по деревянным перекрытиям охватил весь дом. Громким лаем пёс разбудил хозяйку. Все успели выбежать на улицу. Никто не пострадал, а вот дом сгорел полностью. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Беларусь в ближайшие годы планирует сделать ставку на развитие электрического общественного транспорта. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях и электропоездах. По словам специалистов, такое решение напрямую связано со строительством Беларуси атомной электростанции. Экономический эффект, как говорится, налицо. После запуска АЭС в стране будет свое электричество. В то время как топливо постоянно дорожает. Развивать общественный транспорт в городах республики намерены на примере Минска. В свою очередь, в самой столице акцент будет сделан на метрополитене. Первоочередным проектом станет строительство третьей линии подземки. Неделя матери проходит в Беларуси. На ближайшие семь дней все мамы страны окажутся в центре особого внимания. Их будут честовать, награждать, вручать подарки и говорить слова благодарности. В детских садах и школах пройдут тематические занятия, организуют концерты и выставки детского творчества. Кроме того, в кабинетах планирования семьи и детских консультациях пройдут дни открытых дверей. А молодых мам в роддомах поздравят с рождением первенцев. А завершится неделя Днем Матери, который 14 октября Беларусь отметит в 19 раз. Беларуси в годы Великой войны. Передвижную выставку к столетию Первой мировой создали могилевские историки. В экспозиции разместились уникальные фотографии и материалы, которые рассказывают о трагических событиях тех лет. Могилев в ней занимает одно из центральных мест, поскольку здесь долгое время располагалась ставка Верховного Главнокомандующего Российской Армии. Среди других интересных фактов, например, тот, что в областном центре в районе железнодорожного вокзала находился полигон для испытания новых типов оружия, на которых присутствовал личный император Николай II. В ближайшие сутки жители планеты могут наблюдать редкое астрономическое явление – полное затмение Луны. Оно происходит, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной оси, и естественный спутник входит в тень нашей планеты. При этом Луна приобретает темно-красный цвет. За редким явлением смогут понаблюдать жители Дальнего Востока, Северной Америки, Австралии и ряда районов на востоке Азии. Оно начнется в 11.15 по Минскому времени. На этом выпуск завершен. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии, а также на нашем сайте ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30. Субтитры создавал DimaTorzok